Территория африканской зоны в Шимкентском зоопарке совсем скоро удивит горожан и гостей Шимкента. На 8 гектарах в этой части зоопарка будет вольготно существовать жирафы, бегемоты и зебры. На строительство из бюджета было выделено более 1 миллиарда тенге. Объект готов на 90 процентов, осталось устранить один минус. К африканской зоне надо провести канализационную систему. Также остается незаконченным декоративное оформление. До конца марта строители обещают довести всё до логического завершения. Скамейки и урны установим. На это с бюджета тоже предусмотрены средства. Здесь также будут установлены зонтики, спасающие от палящего южного солнца. Остается дождаться, когда грязь подсохнет и работы будут возобновлены. Аналогов африканской зоне нет не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Все этапы строительства объекта ведутся под жёстким контролем. Мы планируем поселить здесь около десятка зверей, среди которых есть и верблюды, породы, нар. Мы отбирали для заселения именно тех животных, которые смогут вместе жить на одной территории и не будут обижать друг друга. Думаем, допустить сюда и птиц, например, розовых ламинго. Шымкенский зоопарк ежегодно пополняется и новыми животными. В этом году планируется закупить парнокопытных обитателей. Это должно привлечь ещё больше посетителей, тем более, что цена сегодня доступна любому. Цены на билет в зоопарк очень доступны, особенно выгодны многодетным семьям. Я, например, еженедельно прихожу на прогулку в зоопарк. На территории зоопарка чистая и приятная атмосфера. Стоимость билета на одного человека составляет 22 тенге. За двоих и заплатил всего 50 тенге. Это очень приемлемо. Ежегодно шымкенский зоопарк посещает до 3000 человек. Руководство надеется, что с открытием африканской зоны желающих познакомиться с обитателями зоопарка вырастет.